Это новости в форме. С вами Анна Чижлита. Ждобрый день. Беларусь принимает участие в международной оборонной выставке IDES 2022 в Пакистане. Делегацию возглавляет первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Игорь Король. Салон в городе Карачи – один из крупнейших в Азии. Здесь представлена продукция мировых производителей вооружений. В рамках выставки прошли встречи белорусской страны с заместителем министра обороны и промышленности Пакистана. Стороны обсудили состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами. Очередная украинская провокация. Еще один беспилотник сбит на рубеже с Украиной. Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер. Он уничтожен пограничным нарядом из автомата Калашникова. Дрон был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси. Аналогичный случай произошел 2 ноября в Гомельском районе. Украинские военнослужащие продолжают взрывать мосты на границе с Белоруссией, копать противотанковые рвы, окопы и минировать близлежащую территорию. Переправы подорваны в направлении Гомеля и Мозыря. В Валвинской области украинская армия начала строительство железобетонного забора с колючей проволокой. Уже обустроено около 3 километров границы. Также стены возводятся на границе с Россией в Житомирской и Ровненской областях. В силах специальных операций новобранцы готовятся к совершению первого прыжка с парашютом. На тренировочных комплексах бойцы отрабатывают действия в различных погодных условиях, а также при возникновении нештатных ситуаций. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе НДЗН и в наших социальных сетях. До встречи!